Всем привет, с вами канал Белостова. И наверняка вы сейчас задаетесь, почему меня вчера так, скажем так, целый день не было на ютубе. Я вчера просто решил отдохнуть, поскольку никаких идей, кроме прохождения теста Planet Forever у меня не было, других каких-то идей. Но вчера Брайн Мапс решил мне все-таки идею одну подкинуть. А именно, я больше не буду пробовать эти конфеты. И вот, если честно, плохо видно, что это за конфеты. У меня, кстати, вот есть телефон там, более-менее что-то видно, давайте сейчас посмотрю. Итак, вот оно. У меня вот тут вот есть более приближенный вид на телефоне. Вам, скорее всего, не видно. Но давайте я почитаю, что за конфеты он, который не хочет есть. Бин Бузлет. Некий Бин Бузлет, то бишь, бин, это какие-то семена, короче говоря. Давайте узнаем, что за семена, которые все же не хочет есть Брайн Мапс. Хотя, было бы неплохо, если бы в превью было совершенно другие конфеты. Toxic Waste. Если понимаете, о чем я. Кстати. Кстати, я один обратил внимание, то, что у него на футболке пеннивайз. Ты чуть кружку не уронил. О, я знаю, что ты сейчас скажешь. Брайн, ты серьезно будешь есть эти сраные конфеты из Гарри Поттера? You eat for two. В 2018 году. Ну, знаешь что, мне плевать. You like a boss. Кстати, это Ice Cube был? Ну, знаешь что, мне плевать. Это Ice Cube. Я знаю, что уже пол ютуба переблевал этими сраными конфетами. В прямом смысле, сраными. Потому что там есть конфеты со вкусом блювотины. Со вкусом блювотины. Я исчезлой немножко, потому что я вообще не планировал снимать это видео. У меня была совершенно другая. У меня есть одна идея. Опять же, повторюсь. Съешь Toxic Waste. И тогда название, я больше никогда не буду пробовать эти конфеты, оправдает себя. Идея. Но она провалилась. Как и вся моя жизнь. Так, камера вообще снимает? Если она не снимает, то, извините, ребят, но я ухожу. Она снимает, не волнуйся. Я снимаю, так что вам не повезло. Изначально я пытался снять видео, в котором я отвечаю на ваши звонки. Да, в одном из последних своих видео я спалил свой номер телефона. Что у тебя не так с пальцем у него? То ли царапина, то ли что-то типа этого. Это идиот. И, в общем-то, вы мне просто не давали спать всю ночь после этого. Это у тебя только свечка? Ну, ничего, я на вас не злился все это время, потому что я подумал, Хм, хоть какая-то выгода с этой ситуацией будет. Я сниму прикольное видео, где отвечаю на ваши звонки. Но потом я начал снимать это видео и понял, что ничего хорошего в этой идее не было. Это тупая идея. Было буквально 2-3 звонка смешных. Возможно, в конце этого видео я вставлю парочку отрывков. И да, я поменял номер телефона, так что не надо мне. Я видел твой пост в сообществе, где типа ты спалил свой собственный номер, и все начали потихонечку звонить. Нормально. Посмотрите на имя, что ты видишь? Ой, ладно, это какое-то слишком странное, наверное, начало видео. Ну да ладно. Что мы сегодня будем делать? Жирать сраные конфеты. Бинбузлит. Бинбузлит. Мне кажется, эта компания должна заплатить уже... Ой, вот туча денег всем ютуберам, которые прорекламировали эти конфеты и жирали их в своих видео. Что-то слишком рано Свист Дельфина подошел. Он даже когда рот не открыл, по-моему, мне кажется. Так. Хэштег ASMR. ASMR опять. Сегодня я какой-то хэштег Angry, хэштег злой, хэштег... Хэштег Pennywise на футболке. Хотя это хэштег на всю мою жизнь. Я думаю, объяснять уже никому ничего не надо. Это конфеты с хорошими и плохими вкусами. Понятное дело, что ключевая идея здесь в плохих вкусах. В общем, это, видимо, эта компания решила такая... О, в Гарри Поттере были эти конфеты... Ну, я, кстати, хотел сказать, что где-то я это уже слышал и видел, что в Гарри Поттере было. Может попасться... Там, по-моему, была одна конфета со вкусом ушной серой. Даблдор, по-моему, его давал. Или я не помню, кто там. Может попасться плохой вкус. Это же по-любому еще... Короче, я не умею объяснять, честно. Это конфеты. Да ладно! Рекламаеви! Да ладно, действительно! Итак, ребят, предлагаю еще раз из рекламы послушать голос Леонида Аркадьевича. Короче, я не умею объяснять, честно. Это конфеты. Да ладно! Здесь много разных цветов. Кстати, обратите внимание. Колесо Фортуны здесь каким-то образом. Видимо, это игра... Это не просто конфеты. Это, скорее всего, игра. Предназначена для нескольких человек. И он крутит, 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 крутит. И куда стрелка попадет, ту конфету он и жрет. И у одного цвета два вкуса. Один вкусный, второй невкусный. Ой. Удачный... Это конфет бирюзового цвета. Вкусный это черника, а невкусный зубная паста. Хотя зубная паста это вкусно. Ну, понятно. Не очень хороший пример. Вот конфета оранжевого цвета. Первый вкусный это персик. И второй это блевотина. Чего? То есть мне на удачу может попасться или персик, или блевотина. Я не пробовал блевотину. Ребята, вы пробовали блевотину? Напишите об этом в комментариях. Конечно же нет. Вообще обычно эту игру снимают вдвоем. С друзьями. Я даже не буду шутить на эту тему. Я сделаю это один. Но. Играем одни. А, да, кстати, я себе купил даже вот такую вот кокосовую воду. Чтобы, если что, запивать ей блевотину. Кокосовая вода, серьезно? Она еще хуже. Ладно. Я один раз, я один раз, по-моему, какой-то кокосовый сок пью. Такое, такое говно, серьезно. Окей. Так, тогда наберу тебе обычной воды. Ну, думаю, теперь мне будет получше. Прополоскали. И пора. Фу. Че? Они еще и воняют. Так странно пахнут. Зашкли. Фу. Твою мать. Тебе надо игрушку поставь поближе, чтобы блевать где можно было. Эта эпишка вообще-то должна была быть. Что человек не должен понимать, какой у него вкус в руках. Ну, сорян. Так сделано. Пусть он ее доедает. Но тут... Тут все пахнет блевотиной. Так. Ну что ж. Давайте начнем. Давай. Меселье. Мне попал... О, боже мой. Вращайте барабан. Это желтый цвет. Это либо масляной попкорн, либо протухшее яйцо. Твою же мать. Ладно. Я еще не знаю, насколько противные они будут. И, блин, мне, наверное, нужно было приготовить какой-нибудь мешочек, чтобы... Короче, это что-то типа лотерей, но с конфетами. Что попадет, то и попадет. Что? Я нашел такой вот радужный, интересный, смешной стаканчик. Куда я буду блевать? Ну что, поехали. Погнали. Ой, я! Я даже не могу конфету в рот взять. Так. И... Думай, я не могу понять. Яйцо. Это... Это яйцо. Я сейчас вырву, сейчас заслужу. Ясно. О, боже мой, это было протухшее яйцо. Я, конечно, не пробовал тухлые яйца, так что не могу сказать, насколько точно они попали с этим вкусом. Поэтому... О, давайте, кстати, окажем. Но привкус, да. Зачем? Я буду давать оценку за схожесть с настоящим вкусом. Пусть будет 7 из 10. Окей. Окей, я так полагаю, что мы движемся дальше. Прощайте, бара-бам. Так, это у нас зеленое что-то. Либо сочная груша, либо сопли. Но вот это я пробовал, так что я могу сравнить. Ты что, дура? Я думал, что только вывезли сопли. Только хотел сказать, но... Ну, если нет, то я тоже не пробовал, просто... Не важно. Эта конфета уже выглядит как сопли. Посмотрите на это. Вижу. Она похожа на какую-то слизь. Отлично. Теперь я буду есть сопли с волосами. Зашибенно. Ну-ка. Это явно не сочная груша. Но на сопли это тоже не... То есть это... Это даже сейдобно. Мне нравится. Эта конфета с прошлой конфетой точно не сравнится по степени ужасности. Это еще можно есть. О, фу, я посмотрел на... Девять. Лучше туда не смотреть. Не смотрите, ладно? Окей. А, да, этой конфете я даю два из десяти. Почему? Ну, потому что она ни разу не похожа на сопли. Она похожа на что-то. Она даже сладкая на вкус. Сопли не сладкие на вкус. Ну, не знаю у кого как, но у меня нет. Может, на гушей была. Так. Либо лайм, либо трава. В принципе, газон... Допид лакет стал... Почему бы нет? Чокнутый, сука! Окей. Несешь! Это не лайм. Это трава. Она вкусная. А может, это не обычная трава? Дэдэдай! Дэдэдай! Идиот! Нет! Нет! Я не буду опять есть это сраное протухшее яйцо. Хотя, может, мне повезет. Ну-ка. Мне не повезло. Здесь уже есть вкус детских подгузников. Как интересно. Вот они пробовали. Вкус, вкус мазер симулятор. Детские подгузники на вкус, чтобы понять, какой у них вкус и сделать из этого конфеты. О, щит. Бальные ублюдки. Ну ладно. Ага, хоть что-то новенькое. Либо госпожа удача встанет на моей стороне, и я получу шоколадный пудинг. Либо она повернется ко мне спиной и лепнет под зад, что я улечу с такой скоростью, что получу собачью еду. Ну на самом деле я как-то пробовал собачью еду. Это было лет в 7. А когда вы попробовали собачью? Снайки, мясо или сухой корм? Если сухой корм, то ладно, это еще важно. Пишите в комментариях. Это было отвратительно. Не буду врать. Поэтому у меня есть хоть какое-то маленькое представление, насколько они попадут с этим вкусом. Ну ладно, может быть мне даже не попадется собачий еда. Да, может быть мне попадется шоколадный пудинг. Мэйби. Итак. Ах, это шоколадный пудинг! Стоп. Да, это шоколадный пудинг. На самом деле, это не очень шоколадный пудинг. Тут прикол в том, что если это вкусные конфеты, то это будут запутанные вкусные, средненькие конфеты. Йоаа, флоттун. Я вижу. А можно молочка парного поделить? Нет, нельзя! Что будет какое-нибудь собачье дерьмо? Да тут уж они вложатся на всю катушку. Вложат весь спектр вкусовых ощущений в эту конфету. Поэтому... Так, спокойно. А этот шоколадный пудинг сплошное разочарование. Бейк ми апенс сайд! О нет, знаете, что мне... Так, а вот что мне попалось? В общем, тут стрелочка между персиком или блевотиной, и кокосом, и подгузниками. Но все-таки больше она на стороне подгузника. Так, вот такая вот белая конфета. Ну это на вкус как какая-то влажная салфетка. Я извиняюсь, что... Как будто в вату жуешь. Я уж представляю. Я никогда не пробовал подгузники на вкус. Тоже. Вроде. Поэтому я не могу оценить эту конфету. Не оценивай. Не нужно. Это или персик, или блевотина. Тот самый вкус, о котором я наслышан, что он самый ужасный здесь. Смотрите, мне попал... Да ёперный театр! Конфета, и тут прям большое такое пятно. Именно красно-оранжевое. Поэтому я буду надеяться, что тут персик. Ну что ж, погнали. Погнали! Это персик! Удача! Так это ещё и... Эта конфета со вкусом персика, она прям такая сочная! Я и говорю, это как лотерея, только с конфетами. Ага. Либо тути-фрути, либо вонючие носки. Вопрос. Что такое тути-фрути? Естественно сказать, я не пробовал вонючие носки, но в принципе... Почему бы... Блин, нет. Попробовать их сейчас. Было бы неплохо, если бы можно было ещё попробовать... Как Бат Симпсон. Съешь свои трусы. Ну теперь я знаю, каково это. Так, вот я воспользуюсь тем же методом, каким я воспользовался с прошлой конфетой. Вот на этой конфете здесь прям много всякого разноцветного, всякого дерьма. Поэтому я надеюсь, что это тути-фрути. Паркли! А что такое тути-фрути? Вот хоть и бей. Это тути-фрути! Охереть! Походу мой метод реально работает. Но, серьёзно? Это так работает? Это очень странно? Тогда это легко определять вообще. Это как однорукий бандит и лотерея. Здесь только удача поможет и всё. Ну или, по крайней мере, чисто случайность. Ну ладно, может быть, мне два раза повезло просто? Чисто случайность. Ну что? The next candy... Next candy. Всё! Да блин! Это опять сраное тухло яйцо. Я, конечно, надеюсь, что в этот раз... А ты можешь пропустить? Масляной попкорн. Давай. Так, давайте, знаете, я тоже сейчас поищу конфеты, на которых будет много пятен всяких. Ну-ка. Опять! Мимо! Мой метод это был очень просто. Эээ! Тут вообще есть конфеты со ступенькой? Я тебе говорю, это случайность, ступая. Она мне никогда не попадётся уже. Так. Кстати, шикарношные ручки на холодильнике. Нет! Опять это дерьмо! Давай, пожалуйста. Это попкорн. Аллилуйя! На самом деле. Ну не знаю. Это, конечно, попкорн, но... Мне всё-таки не покидает ощущение, что я ем тухло яйцо. Хоть это не тухло яйцо. Кстати, у меня есть одна идея, какая сейчас у меня влетела. Попробуй в следующий раз сделать видео, где ты смешиваешь в блендере и Принглса сразу. Просто сделай такую жидкую массу и попробуй, как это будет. И в чём проблема современного поколения? Они думают, что... Насыпай! Просто насыпай в блендере три Принглса. Всё это размешать в комбайне. Потом снять какую-нибудь такую жидкость, чтобы она была. Он её выпил и... Они жуют... Будет блевательным. Задели-то это тухлое яйцо. Ну чё, Брайан 20-24? В смысле? А, новый президент? О, да! Новый вкус! Это либо... А, либо паста, либо голубика. В принципе, тут для меня нет плохого вкуса. Так-то да. Я любил есть пасту зубную. Думаю, все любили. У меня зубная паста, по-моему, один раз только в рот попала. Ну... Это зубная паста. А, она... Она мне очень что-то напоминает. Это на вкус... Блин! Чё-то очень знакомое, но забыл чё. Блин, стой-то! Это очень знакомое. Это даже не похоже на пасту. Это чё-то очень знакомое, твою мать. Ладно. Жвачка. Ну, это было съедобно. Но я даю этой конфетте 0 из 10. Потому что это ни разу не похоже на зубную пасту. ПИПЕЦ! ...пробовать конфеты со вкусным дерьмой. Это работа нынче. Хотя я... Я помню в одном из пабликов ВКонтакте... Это было очень давно. Потому что сейчас я не шожу в пабликах ВКонтакте. Там был какой-то пост, что... ...самые странные профессии на свете. И то, что там платят у его тучу денег... ...какому-нибудь ребенку, который пробует... Это сейчас она не та блогнет? Нормально ли она на вкусе? У него такое было. Хотя, если так подумать, под конец дня, то у него жопа скорее всего слепается. Так, всё, хватит обсуждать чужие жопы. На этом конец. Всё, спасибо. Да ладно! А что, продолжение будет? Хватит обсуждать чужие жопы. На этом конец. Ставьте лайк и подписывайтесь. Всем пока. Да ладно! Да ладно! Да ладно! Да ну нафиг! Ну, блин. А я надеялся, что будет продолжение. Ну... Я, конечно, скрещивать пальцы не буду. Но будем надеяться, что продолжение будет. Так что... Всем удачи! Всем пока! Подписывайтесь! Ставьте лайки! Нажимайте на колокольчик, дабы знать мои события. Я пальцы не так показал. Вот! Нажимайте на колокольчик... Блин! Хорош! Нажимайте на колокольчик, дабы знать мои события. И... Ссылка на моё ВК в описании. Всем удачи! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok